В Крымском федеральном университете запустили линию розлива натуральных безалкогольных напитков, в основе которых крымское растительное сырье. Первым продуктом, выпускаемым в ВУЗе, стал лимонад на основе розы и ферромасличной. Идея приблизить обучение максимально к производственным условиям, она уже зародилась давно, но конкретно реализацию этого проекта мы начали три года назад. При непосредственном участии студентов было запланировано создать продукты абсолютно новые, которые на сегодняшний день не существуют на рынке, новые вкусы. Основной компонент розового лимонада – вода. Она составляет более 90% напитка и проходит определенную подготовку. Нежно-розовый оттенок лимонада удалось получить с помощью натурального красителя – кожицы винограда. Купаж готовится из глюкозно-фруктозного сиропа, раствора лимонной кислоты, эфирного масла, розы и ферромасличной. А это сердце лаборатории. Именно здесь происходят розы в готовой продукции. Сначала заранее вымытые бутылки помещаются в аппарат. Затем после запуска все действия происходят автоматически. Тара наполняется розовым напитком, наклеивается этикетка и упаковывается для потребителя. Напиток полностью состоит из натуральных компонентов, поэтому его срок хранения – полгода. Специальное оборудование позволяет выпускать около 600 бутылок лимонада в час. Проект реализуется в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». Главная задача – ответственность университета за вывод на рынок конкретной научной разработки конкретного продукта, который выходит из лаборатории. Индустриальные партнеры постоянно говорят – нужны специалисты, высококвалифицированные специалисты. А вот высокая квалификация достигается благодаря практической подготовке. И эта линия розливая это обеспечивает. Кроме того, в УЗИ планируют создать тонизирующие напитки на основе лаванды. Готовую продукцию сможет купить каждый на площадке пещеры Таврида и реабилитационного центра технологий здоровья и реабилитации. Особенность этой лаборатории в том, что она единственная в Крыму. Конечно, у нас достаточно много пищевых производств, в том числе производств и газированных напитков, и негазированных. Но здесь суть вопроса заключается в другом. Лаборатория объединяет в себе фактически три начала – образовательная, научная и инновационная. Студенты будут проходить здесь производственную практику и получать необходимые профессиональные компетенции. А учёные – разрабатывать уникальные рецептуры и создавать полезные продукты для потребителей. Место уникальное, потому что воспроизведена технология, цикл от начала, от входного контроля сырья и до выпуска готовой продукции. Это, конечно, очень замечательно, потому что думаю, что студенты, прошедшие практику в такой лаборатории, получат большой опыт. Попробовать себя в роли начинающих исследователей, обучающихся агротехнологической академикой КФУ, смогли уже сейчас. В течение месяца для них проходила акселерационная программа, направленная на развитие лаборатории ателье «Едын». Они прошли несколько шагов, когда начали собирать просто рандомные команды, и затем сейчас они уже готовы представить продукты. Мы были ограничены во времени, да, это было четыре встречи, когда они прорабатывали продукт с экономикой, с идеей, с командой. В финале свои проекты презентовали четыре команды. Они разрабатывали рецептуры инновационных продуктов питания. Лучшими, по мнению экспертов, стали неон и крымские оливки. Первая команда создала тонизирующий напиток из натуральных компонентов. Он обладает ярким зелёным цветом и вкусом алоэ, а также подсвечивается под воздействием ультрафиолета за счёт рибофлавина в его составе. А вторая команда разработала оливки в соусе кимчи и прованских травах. Главный ингредиент студенты собирают сами на оливковой роще в Форосе. Уникальный маринад оценят даже те, кто не совсем любит оливки. Продукта у нас много получится, ну, просто физически не может, но у него очень высокое качество. В отличие от продуктов конкурентов, здесь не содержится никаких добавок, скажем так, усилителей вкуса, консервантов. Ничего у нас в качестве консерванта лимонная кислота. Участники «Акселератора» также представили свои проекты на открытии лаборатории «Ателье еды». А в дальнейшем лучшие рецептуры будут запущены в производство на базе университета. Елизавета Черкашина, Никита Шосток, Пресс-служба Крымского федерального университета. Субтитры создавал DimaTorzok